привет народ добро пожаловать на наши посиделки сейчас никто уже не ожидал наверное видео по игре престолов уже ждете наверно приквел а тут 300 опять со своей игрой престолов насколько можно сыпать соль на сахар да но ребята я не мог пройти мимо такого события дело в том что вы знаете что каждый сценарий все должно быть зарегистрировано у нас вот в америке да для того чтобы все эти права были копирайты все дела все документы мой сценарий в том числе находится в библиотеке конгресса сша некоторые вещи когда регистрируют права идет специальный договор до тех пор пока фильм или какой-нибудь там сериал не выйдет на телевидении этот сценарий библиотека не имеет права никому выдавать вот он хранится подтверждает свои законы и права и все сценарий стал публично доступным восьмого сезона и народ конечно же побежал публичный доступ почему бы не сесть не прочитать что же там удалили потому что в сценарии давайте уже возьмем за аксиому день дешники дураки никто их не оправдывает но просто вырезали несколько сцен которые были написаны сценарий которые я считаю должны были быть в сериале а их просто вырезали может быть они войдут в дополнительные документы я не знаю снимали их или нет снимали но в сценарии они присутствуют вы помните один момент мы уже с вами обсуждали про то что когда дроган он дыхнул пламенем оказалось на самом деле он не специально спалил железный трон а просто вот железный трон оказался у него на ходу впереди него и вот он случайно его спалил совершенно такая глупая ошибочка такая вышла это меня конечно разозлило но тут давайте поговорим про семь разных сцен которые вырезали и я расскажу что я думаю по этому поводу если вам интересно на этом на инсайдере можно прочитать все и так сцена первая которую вырезали это разговор эурона грейджоя с предводителем золотых мечей к сожалению этого дядьку вообще как показали слили там толком и диалогов не было и эту сцену которую вырезали в принципе я особо сильно не плачу в этой то из тех моментов которые вырезали он целует яру в губы свою племянницу и говорит что я пойду теперь пойду трахну королеву а потом он еще говорит этому капитану пойду я трахну королеву а он говорит слушай мне кажется что джейми ланнистеру не сильно понравится что ты будешь чпокать его сестру любовницу мать его мать его детей мать его ну короче говоря а вот он говорит а мне все равно пусть короче говоря она может себе представлять джейми ланнистера когда я буду ее чпокать а вот мне все равно и ему этот говорит ну какой-то ты странный чувак эурон грейджоя и все вот это вот такая сцена была то что и вырезали что-то мы упустили нет мы и так уже наслушались этого эрона грейджоя так с головой так что вырезали ну и слава богу вот это вот та сцена ты странный чувак грейджой теперь следующая сцена которую вырезали помните была такая чувиха там алис карстарт мы все говорили на чего зачем притащили показали в битве показывали вот она на совете стоит видите тетенька может где то есть да вот крупным планом ну такой символический профиль красавица никуда не деться мы помним да что ее батя в свое время он был предал он воевал на стороне болтона когда была битва бастардов и джон ее потом простил все дела там сказал она хоть я хочу искупить нашу преданность и потом же была битва за интерфейл он должна была искупить преданность а мы этой этого искупления преданности толком и не увидели а на самом деле это искупление оказывается состоялась она со своими людьми сражалась вырезана сцена в которой она со своими людьми сражается нам по-моему там совсем маленький кусочек показали а там было больше где она сражается вот в этом в чар саду чар древами чар деревами где она со своими людьми там защищают бра на все дела там они но их там набежала толпа невиданная затоптали растоптали размазали и убежали никто даже извините не сказал никто руку девушки не подал но в общем вот такие вот дела боже мой я заскучился ребята я так соскучился за вот этими вот разговорчиками по поводу игры престолов надеюсь вы тоже балдеть у меня даже кошка это балдеет теперь поехали дальше то что вырезали эту сцену ну ладно хотя бы хоть чуть чуть больше показали бы нам ее потому что потом в конце когда полили тела все стоит такая героиням все защитила своей грудью защитила пол винтерфелла хорошо молодец но показали бы вот немножко больше как она защищала было бы интересней согласитесь теперь вот тут конечно меня немножко был бомбан бонула почему вырезали эту сцену бомбанула бомбанула записываю все одним дублем елки-палки так что если где-то что-то это уж простите так вот помните в сценах там где они залезли в эту крипту повылазили мертвые старки на всех понападали этом радовался потому что этом предсказывал это 300 лет тому назад и потом закончилось все это дело сцены где тириан и санса они на пару вытащили вот эти кинжалы которые помните ей же дала кинжал специальный из драконьей стали и она сказала коли острым концом помните когда ария дала один из своих вот этих кинжалов она дала этой сеструхе своей сансе и вот они достали эти кинжалы и все и после этого потом не показали показали в основную тусовку там наверху кто-то кого-то как-то там побил порезал все ария убила короля ночи все рассыпали все счастливы и довольны но тут нам не показали оказывается сцену где с другой стороны там за другим склепом прячутся кто вы думаете гили со своим сэмом маленьким и миссандея и тут маленький вот этот сэм начинает плакать и конечно же это начинает привлекать внимание вот этих вот зомбаков и вот эти зомбаки начинают бежать и нападать на миссандеи нападают на гили нападают он на этого сэма вот они уже бегут 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 они в этом сценарии опубликованы как мертвые старки и вот они вот набегают но они не успевают добегать потому что они падают рассыпаются а за ними стоят санса вместе стирианом из вот этими кинжалами и в сценарии написано даже тут где-то есть что она кольнула их острым концом я просто это так сценарий а и это было круто круто и я думаю почему они вырезали эту сцену потому что это было бы вот щи страх him vd pointy and потому что это именно так как ария и сказала и было бы прикольно потому что мы ни разу не видели сансу для того чтобы она там какие-то делала там какие-то движения хотя бы вот этим вот ножиком порубать вот этого зомбака но все таки поэтому я считаю эта сцена должна была быть тем более нам так показали ну мы знали что тириан умеет сражаться он там свое время и кейтлин старк спас помните там щитом был размочил мужику голову когда тут на него нападал после этого кейтлин на него так посмотрела а ну что не до конца такой уж плохой и мы знаем он с топориком там когда была битва на черноводной он сражался то что тириан умеет держать руках оружие мы это знаем вот но то чтобы увидеть сансу с ножом так как они мочали от этих зомбаков но это было бы прикольно согласитесь теперь поехали дальше к чему у меня еще больше теперь сердце аж на ночь разболелась надо будет пить валидол наверное так вот короче говоря смысл и все что вырезали по поводу того что нам показывали как на дайнерис идет к этому безумию вот нам из-за чего в основном все возмущались потому что не было вот этой раскрытии арки дайнерис что происходит несколько еще тоже да даже если по эти сцены включили все равно этого было бы мало но это было бы больше чем то что у нас было на данный момент что происходит короче говоря во время бала мисс эндей сидит хихоньки хохоньки серым червем там хи 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 когда с дайнерис они в глазами встречаются она сразу раз такая все такая девочка и припевочка не челк никто меня это не то я вся девственница во всех местах все такая культурная прилежная ну и потом все таки а дайнерис сидит там джона воспаляет он там и на дракона залез он там и на королеву драконов залез и он то смог сделать и вот это смог сделать а дайнерис сидит все там нервы кофе хлещет из этого стаканчика все там потом обошлась думает ну там же что же у девки любовь морковь любилась племянника тот весь в перепуге так вот и это мисс эндей а а ей тоже хочется там где-то как-то чего-то не знаю там какими способами там серый чертам ей помогал справиться с ее стрессом но главное стресс снимал и вот это мисс эндей хочет еще от этого снятия стресса и серый черт говорит ну типа пойдем там в уголочек я тебе там сделаю приятно мы все-таки победили нужно немножко разрядить обстановку и в общем мы с эндей собирается поднимается и начинает уходить а дайнерис такая куда ты идешь ой знаешь дайнерис у меня голба болит я такая вся мне нужно уйти отдохнуть а это дайнерис кашу животик может болит ну там но тут у меня такой вопрос как у нее может болеть животик если там усировать червя животик болеть нечем сделать но тем не менее оставим это в прошлом так вот и тем не менее мисс эндей а прикидывается полным шлангом ничего я не знаю мне на самом деле болит голова надо пойти там этого айбупрофена чешотам тайлы нола или аналгина или аспирина у пса ну что короче рекламу сейчас наделал всем присылайте деньги так вот и короче говоря мисс эндей собралась и вот это только держит едва себя в руках чтоб не побежать там на ходу разбрасывая подталоны и подгузники и лифчики и все там шкуровые наметки ну короче говоря вот она побежала бегом к этому к серому червю а все а дайнерис сидит сама себя накручивает вот это вот ах еще есть подруга сволочь вот так за мужиком побежала и главное вроде мужик не джон сноу а все-таки все-таки побежала к нему ну ладно в общем вот такая вот сцена вот такую вырезали тоже неприятно лучше поставили бедную дайнерис вообще до сих пор до сих пор плачу ох ты собака не ту кружку взял представьте с люто волком взял кружку это я был достал меня как-то кружки не было надо было делать видео по игре престолов и не было кружки моей старханин ну хорошо меня хоть футболка с торгали на миладом проехали вот короче говоря следующая стена вот это вот она вроде бы и рада за нее вот это подлюка потому что вот она на обманывала свою лучшую подругу ту голову ей отрубили так что вот знайте люди добрые вот первую очередь нужно с друзья за друзей держаться потому что потом вам карма этой горой откликнется так что очень-то все видит подвела дейнерис теперь следующая сцена следующая цена которую вырезали это торгари этот тириан и варис когда они сидели на корабле разговаривали такая ссылка это было то что вырезали в принципе небольшая потеря но тут такая знаете была отсылочка небольшая но очень интересная о том что а есть ли у нас доказательства что джон на самом деле торгарин этот говорит тириан ну так он же ехал на драконе он на драконе ехал значит торгарин и а борис спрашивает а были ли когда нибудь такие не торгарин и которые ездили бы на драконе вот такой вот вопрос такая маленькая сцена отсылочка книги потому что мы знаем что там один там и там же не все могли еще залезть на дракона помните в книге этот там у него десятая вода на киселе лягуха был пришел тоже я сейчас укращу дракона дейнерис там она была улетела да а он пришел там открыл эти катакомбы и шо случилось все драконы его сжалили и выбрались на свободу но это по книге вот но в общем такая была интересная отсылочка все остались без отсылочки теперь это уже когда этой отрубили голову красавицы которая серым червем зажигала миссандеи и помните там же этот серый нет не серый а паук который варис он все там тра тата вы должны быть королем да ваше величество я сейчас я тоже вот это вот сценаристом не могу это простить что они сделали из вариса вот такую вот пустышку пошел сплетни пособирал и давайте здрасте я буду теперь сделаю из вас короля тоже мне как его у этой как 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 у валерии этот продюсер вот это вот пригожин в короче говоря пригожин так что у меня камера начала барахлить нет баланс все нормально зеленый экран подвинем сюда объектив ближе все свет камера вот ну короче говоря ну помехи все что делать не знаю ну теперь так вот так свет поставили все зеленый экран немножко темное лицо но что делать теперь это я сделаю из вас валерию давайте приходите будете записывайтесь к нам на кастинг я сделаю из вас короля я я не знаю вот правда не знаю что у меня с камерой случилось почему она собака стала теперь уже цвета добавить немножко видите как плохо когда пишешь все одним дублем и вот кажется что надо чуть-чуть подправить что-то а что подправить и теперь морду засветила и все подряд ладно будет как будет так вот и а джон тогда да нет нет пошел он же пошел разговаривать с дейнерис тогда в комнату помните когда около печки они разговаривали и она в этой сцене спросила о чем тебя спрашивал варис заметит но тут такая была и джон собачья лапа попытался начал сначала юлить а потом такой все-таки не выдержал и рассказал что на самом деле варис там она говорит он хотел чтобы ты стал королем оставайся мальчик с нами будешь нашим королем пара папа вот и представляешь я теперь не могу успокоиться вот это с этим светом ну-ка быстренько поставьте мне все лайки чтоб я сильно не переживал то сейчас уйду весь депрессию что делал видео запорол всего с видео и все расстроились поставили дислайки и поразбегались моего канала ну-ка поставьте мне лайк чтобы я чувствовал себя хорошо сразу полегчало спасибо так вот а потом они начали вот эта сцена помните когда целоваться начали она говорит что когда что ты моя королева и а потом она ему говорит пускай будет тогда там let it be fear пускай это будет страх но вырезали одну сцену помимо того вот этого разговора с варисом там еще была сцена о том что дай невису когда они поцеловались джон начал вроде бы отвечать на поцелуй потом отстранился она говорит тебе что неприятно она начала вот этот разговор о том что мы-то тетя с дядей нет тетя с племянником типа это тебе неприятно они начали идти в эту тему а джон начал опять увиливать начал крутить своим хвостом собачьим вот и короче говоря не он торгарин у него хвост драконе не у него наполовину он же ж у него лиан лианна старк это была мама собака а папа был дракон ну вот короче говоря хвостом начал вилять и вот это вот все и и вот эта сцена она тоже имеет огромное значение но самая большая сцена которую вырезали собаки сволочи не прощу короче говоря сцена дайнерис слышит колокола и она летит именно на красный замок она летит чтобы уничтожить красный замок и когда она подлетает красному замку она видит вот это помните витражное стекло я не знаю тут есть картинка или нет ах собаки не вставили надо было ставить картинку витражное стекло она видит которая из тронной залы и там вот это стекло и вместо семиконечной звезды вы помните что это сделала серсея она поменяла вместо семиконечной звезды она прицепила туда эмблему льва и знаете да что у дайнерис это все крыша тут где-то тут где-то где-то должно быть хотел вам показать где-то здесь а вот щек лакса за символ дэнни вот сиды ланнистер лайн сигл сидел на окне она увидела этот символ льва и вот это был основной триггер не колокола какие-то ничего и когда она увидела что в королевской зале позволили прицепить что вот это вот стало она поняла что все эти людишки все эти люди они все они даже своего они богу перестали поклоняться своему 7 7 7 ликому все у них лев стал и вот тут у нее все вот тут уже последняя планка тронулась и она начала полить красный замок а потом уже погнала и уже разогналась и уже девка не смогла остановиться знаете это точно так же бывает там вроде бы думаешь но сейчас и вот только вот только вот маленький бутербродик со шпротинкой съем и все а потом пошли и вареники варятся и пельмени насыпаются и картошку ты себе пожарил и там лучок и уже курица пошла в ход и все и ты уже потом нажрался и уже думаешь ну и все но не скотина ли я но это я свое о больном но точно так же и дайнерис думала спалить только королевский красный вот этот вот замок увидела пошла уже и думает ну шо раз я уже сюда приехала дракона главное раскочегарила шо я его ради одной башни вот это будут только тю тюкать ну все и пошла и спалила кедрени матери все ну в общем вот такие вот сцены ребята вот пишите пишите мне в комментариях что вы там думаете знаю что уже вроде бы казалось бы все отболело вроде бы уже все королева моя не простим не забудем север помнит чашка елки-палки все пишите в комментариях что вы там думаете какая сцена какую бы сцену вы хотели бы увидеть как вы думаете если бы все-таки если эти сцены отсняли и они будут на дивидишки потом какую сцену вы хотите больше всего посмотреть все давайте ребятки пока пока пошел я спать это завтра 5 утра на работу все ставьте там лайки подписки все дела пока